Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы на библейском портале Экзегет. Вы спрашиваете, как радоваться и не разочаровываться в своем ребенке. На вопрос, как радоваться, просто отдельно я вам, наверное, не отвечу. Это надо у Серафима Саровского вам было спрашивать, или у великих радостных святых, к которым я, к сожалению, не отношусь. А вот как не разочаровываться в своем ребенке, как быть радым за него все время, радостным, это, наверное, попроще вопрос. Знаете, вся проблема не в детях, вся проблема в нашей личной гордыне. И в том, что мы, исходя из этой гордыни, хотим видеть в своих детях. Слава Богу, когда у тебя много детей, и ты как бы, ну, это, не поймите меня правильно, говоришь. Ну, ладно, из восьми, там, двое успешные, слава Богу, остальные, там, ничего, как-нибудь. И, в общем, твое тщеславие удовлетворено, потому что, ну, конечно, вот Менделеев там был 14-м, а что мы знаем про его, там, 13 братьев и сестер, может быть, ничего, но зато они все были братьями и сестрами Менделеева, и родители были довольны. Это, конечно, смешно все, но по-настоящему, по-настоящему, если ты понимаешь отчетливо и отдаешь себе отчет, что ты вложил многое-многое-многое в человека, ты сам лично. Что-то вложил отец, что-то вложила мать, что-то вложили учителя, правда, если ты много вложил, то ты имеешь, по большому счету, право спрашивать своего ребенка только за то, что ты вложил в него, правда, это как какое-то акционерное общество, знаете, вложило много-много людей деньги в какой-то проект или в какой-то банк, потом они все приходят, и каждый же не говорит, мне все отдайте, а он говорит, нет, мне отдайте вот только вот мои деньги с какими-то процентами или с прибылью, точно так же и ты. Если ты всерьез посмотришь в свою душу и скажешь сам для себя, а что именно ты сам вложил в своего ребенка, то тогда вот ты можешь достаточно четко сказать и потребовать, что сказать, вот я там бессонные ночи, я учил тебя английскому языку, отвечай по-английски давай, знаешь ты английский язык или нет. Но если всерьез себя спрашивать, то мы увидим, что вложили мы очень-очень мало, а спрашивать хотим очень-очень много, вместо того, чтобы просто радоваться тому же факту, что наш ребенок неплох, что он не ужасен, что он в меру добр, в меру сообразителен. Вот, может быть, он, конечно, звезд с неба не хватает, но а кто хватает сейчас? Покажите мне таких людей. Я думаю, что вот такой самосуд, да, такое правильное отношение к самому себе позволит вам и радоваться успехам вашего ребенка, потому что, если вы внимательно рассмотрите, вы увидите, что на самом деле ребенок это гораздо больше, чем то, что мы вложили в него. И то, что мы можем от него получить от самого факта его существования, от его любви, просто от какого-то знака внимания с его стороны в нашу сторону, это уже гораздо больше, чем наши претензии на то, что мы должны получить некие дивиденды и проценты от вложенного нами труда. Мы сами по себе, и дети сами по себе. Нас, конечно, очень-очень многое связывает, но если бы мы больше потрудились, если бы мы больше Бога привели в их жизнь, то результаты были бы совсем-совсем другие. Так что те, у кого еще маленькие дети, поспешите, поспешите, как можно больше Бога им дать, и как можно больше им дать, потому что и радость, и неразочарование только там, где продолжается труд, только там, где умножается любовь. Не ждите результата, а продолжайте трудиться до самой своей смерти над сердцами и душами своих детей. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.